Здравствуйте и позвольте разжечь. Вы смотрите телеканал Политвестник ТВ, программа Третий мир. В этой программе мы будем говорить о власти и об обществе. Мы будем анализировать то, что происходит в нашей стране. То, о чем неохотно или вовсе не говорят в официальных средствах массовой информации. Сегодня у нас в студии генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров. Здравствуйте, Алексей Петрович. Здравствуйте. Первый вопрос такой пристрелочный. Как вы считаете, почему так получилось в нашей стране, которая пережила ежовщину и бериевщину, что к власти в России пришел коллективный Мюллер? Ну, коллективный Мюллер до этого с десяток лет работал сначала под начальством господина Собчака, потом под крылом господина Чубайса, когда Чубайс возглавлял администрацию, а господин Путин был у Павла Павла Чабардина в управлении делами. И вся команда, которая способствовала приходу к власти коллективного Мюллера, состоит из правых либералов, и она активно этого коллективного Мюллера, как вы выразились, вела к власти, провозглашая новую идеологию. И господин Чубайс ее подсказал. Это либеральный империализм, по-моему, он так, так сказать. А не противоречат ли эти два слова друг другу, либеральный и империализм? Ну, они, может быть, и противоречат, но политика, власть придержащих была ровно такая. Они понимали, что на каком-то этапе востребована патриотическая риторика, народ устал от либеральных реформ. Нужно было как-то менять информационный вектор, имиджевый вектор, вернее, власти. Но, по сути, это осталось все так же. Поэтому, по сути, экономически, социально, политически нужна была новая фигура, которая могла бы быть олицетворением вот этого... Сильная рука? Сильная рука, да. Олицетворением сильной руки. И вот в своей среде уже, так сказать, в либеральной, так сказать, они нашли бывшего сотрудника Комитета государственной безопасности. И убедили страну, что он необходима сильная, чистая рука. Такой чисторукий бандит. Ну, я характеристики не буду, так сказать, какие-то давать. Но, во всяком случае, вот произошло ровно так, как произошло. И страна, надо сказать, общество это приняло и проголосовали за Путина. Тогда еще, так сказать, выборы были сравнительно честными и чистыми. Поэтому и он победил в конкурентной борьбе с господином Примаковым. Хотя мы знаем, что информационно, как с Примаковым обошлись. Ну, а теперь мы имеем... Меня, кстати, всегда удивляло, люди, которые ненавидели Ельцина, вдруг приняли преемника того же самого Ельцина и проголосовали за него. Это какой-то феномен внутрироссийский? Ну, я думаю, феномен заключается ровно в том, что высшая власть у нас сакральна, так сказать, и к ней относятся как к такому чему-то незыблемому и вечному. И поэтому к носителям высшей власти прислушиваются и следуют их рекомендациям и советам. Собственно, для России ничего нового в этом нет. Поэтому я думаю, что вот эта ельцинская креатура, так сказать, и скорее даже Чубайсовская, Ельцинская и Березовского, так сказать, она получила поддержку в силу того, что я повторяю, что к власти у нас относятся как к сакральной силе. Главную опасность для любого государства представляет внутрисистемная коррупция. Сегодня в России такой уровень, такой масштаб, такой размах коррупции, что страшно сказать. Именно она является коррозийной составляющей. Она разъедает государство изнутри. И по идее службы государственной безопасности, ФСБ, должны заниматься борьбой с коррупцией. Вместо этого мы видим то, что многие господа, работающие в ФСБ, напротив, участвуют в коррупционных схемах и замазаны в этой коррупции. Что делать, как бороться с этим? Каким образом изменить? Вообще, если говорить серьезно, то у спецслужбы, в частности, у Федеральной службы безопасности задачи и приоритеты несколько другие, чем те, что они должны бороться с коррупцией. У нас достаточно правоохранительных структур, которые могли бы эффективно этим заниматься. Хотя я не исключаю, что, поскольку спецслужбы всегда являются носителями информации, и эта информация о коррупционных сделках может попадать на достаточно высоком уровне, попадать и в ФСБ, и, конечно, они не должны устраняться от этой работы. Но я повторяю, это не главная задача ФСБ. Что касается задействованной, мы все понимаем это умозрительно, что что-то там происходит нечистое где-то. Я не думаю, что это носит массовый характер, и в ФСБ, в частности. Вот, поскольку, так сказать, у нас есть несколько примеров громких, так сказать, это с китайской контрабандой, так сказать, когда увольняли сотрудников безопасности на высоком уровне. Так, вот, каких-то значительных примеров, связанных с коррупцией, с участием в коррупции, органов ФСБ, ну, нет. Но мы понимаем, что, вот, поскольку, как вы правильно сказали, в нашей стране сложилась уже система коррупции, вот, что в этой системе, безусловно, так сказать, своя роль отведена, так сказать, Федеральной службе безопасности. То есть она не отведена, она, как бы, имеет свою нишу в этой системе, системе коррупционной. Вот, но это беда, ведь, не столько правоохранительных органов, спецслужб. Я считаю, что это беда высшего руководства страны, которое, собственно, подает пример, вот, разными способами подает пример. То есть при этой власти коррупцию победить не удастся? Я считаю, что нет, при этой власти абсолютно не удастся, потому что эта власть, она есть основой этой коррупции и носитель этой идеологии. Хорошо, а каковы пути тогда борьбы с этой властью? Как можно ее сместить? Как можно заменить этот верхний эшелон? Желательно бескровно. Ну, я считаю, что только протестом. Массовым протестом. Никак по-другому не заменишь. То есть должен выйти миллион человек? Массовое неприятие этой власти. Лучше, если 140 миллионов. 140 миллионов. Лучше, если 140 миллионов. Но, понимаете, ведь дело в том, что все власть ругают, да, и вот последний пример с Крымском. Мы видим, что совершенная импотентность власти, так сказать, вот на всех уровнях. Но они там, понимаете, Алексей Петрович, мы там были, и сложилось такое впечатление, что местные власти просто боятся, что если они начнут говорить правду, то вскроются те масштабы воровства, которые имели место быть там. Вот и все. Правильно, это же тоже составляющая коррупции. Вот это, и я к чему это, к тому, что вот, несмотря на то, что там вот сейчас погибли, ну, официально 171 человек, неофициально, мы не знаем, сколько не будем... Никаких спекуляций. Мы не будем спекулировать на этот счет, но ведь вопрос в том, что случись выборы завтра, вот, президента, и опять ведь какая-то очень приличная часть населения будет голосовать за того же Путина, собственно, который и является носителем вот той неэффективной системы управления, сложившейся в стране. Меня это, кстати, тоже потрясло. В Крымске разговаривал с огромным количеством людей, они говорят, мы Ткачева ненавидим, он должен быть, там, с ним нужно сделать это, 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 это по пунктам, а вот Владимир Владимирович, он приедет, он разберется, и мы надеемся, что он сделает так, как нам надо. Ну вот, пока этого понимания не будет, пока критическая масса не перестанет поддерживать этого господина, до тех пор эта власть будет существовать. Как только критическая масса перестанет поддерживать власть в лице господина Путина, так, я думаю, эта власть сойдет с политической сцены, вот, и надеюсь, что будет заменена более эффективной и некоростолюбивой. И последний вопрос, Алексей Петрович, вы говорите о народе, о том, что 140 миллионов должны выйти. Ну, я условно сказал. Я понимаю, я понимаю. Тем не менее, внутри силовых структур Владимира Владимировича и эту систему все равно поддерживают. Она опирается, эта система, на представителей силовых структур, на генералов, на офицеров, на рядовой состав. Мы видим, кто занимается теми же самыми несогласными, оппозиционерами, ведут обыски, запугивания. Ведь Центр Э, тоже, знаете ли, к нам не из космоса прилетел. Все это люди. У меня к вам такой вопрос. Когда они перестанут, наконец, поддерживать эту гнилую систему? Систему, которая не поддается реформированию, а должна быть просто убрана со сцены, вытеснена за кулисы истории? Я думаю, что они перестанут ее поддерживать, когда поймут реальность того, что общество эту власть не поддерживает. То есть сначала 140 миллионов, а потом уже и... Ну, хотя бы 30. Хотя бы 30. Понимаете, бытие придирает сознание, это такая банальная фраза, но у представителей сил и структур они тоже живут в небезвоздушном пространстве и общаются с соседями, с родственниками, обсуждают вне служебной обстановки происходящее в стране. И я думаю, что как только они почувствуют жесткое неприятие этой системы со стороны общества, они по-другому будут оценивать и свою роль в этой системе. Благодарю вас, Алексей Петрович, за исчерпывающие ответы. С вами был телеканал «Политвестник». Смотрите телеканал «Политвестник» и побыстрее выходите на улицу. Тогда силовики повернутся к вам лицом.